Авдеевка стала самым горячим эпицентром боестолкновений за последние несколько месяцев. Активные бои шли как в самом городе, так и на всем направлении. Разрушенные дома, побитое здание, издевательство над мирным населением. Ровно то, что оставили после себя вооруженные силы Украины. Команда Югра-Солдата узнала об одной душераздирающей истории, о которой невозможно не рассказать нашему телезрителю. Здравствуйте. Мы вот приехали к вам из Югры. Спасибо, что встретили нас. Мы узнали такую историю интересную, что у вас в Югорске, в Ханты-Моисийском автономном округе, проживают родственники, и вы с ними не общались, ну я бы, не знаю, боюсь ошибиться, 30 лет, да? Да, больше 30 лет мы не общались. Вот мы как раз узнали про это, и не могли пройти мимо, и хотим вот, чтобы вы нам рассказали эту историю. Проводите нас, пустите? Конечно. Спасибо. История этой семьи мрачилась, когда в дом постучались украинские боевики. Ступив на порог, они сходу начали угрожать и силы выгонять из дома. А то, что нам рассказали дальше, повергло в шок нашу съемочную группу. Выгнали, все. Выходите. Домик ухоженный. На три комнатки. Мойка, ванна, пожалуйста, и диванчик такой. Можно, да, Наташа? Так что можно, и все. У нас еще такой случай был, что убили это, замочили моего брата, но и соседа потом, но уже... Уже после. Ну, после, как уже... Освободили. И уже потом нашли их. Нашли тех, кто мучил, да? Не, это кто замучил. Ну, замучили. Их, да, да. Этих уже убитых нашли. Они были уже убитые. Так что, я опознала сына в морге, когда забирали, ну, следственный комитет. Я его опознала по одежде. Волосы, лицо и обувь. А зачем они так сделали? А сосед чуть не... Не знаем. Кто его знает зачем? Ну, один воевать должен, ну, сын мой. А второй россиянин. И второго замучили? И второго замучили, не убили. Да, только пенсионер он. Он пенсионер. Да. Мучили в доме, тут, по улице, влево повернуть на Седого. В доме мучили. А потом руки, ноги, голову скотчем замотали и убили. И одного, и второго. Сама Наталья подорвалась на лепестке и потеряла часть стопы. Сейчас их приютил знакомый, у которого прямо во дворе снарядом убила жену. Ну, вот она выходит в это время, снаряд ударяется. Вот она стояла здесь. Ух ты, да. Я стоял здесь. Не царапина, а ее развесло. Голову, позвоночник, сердце. Ну, все, короче. Рука, рука, ой. Так что, вот так-то. Когда были интенсивные бои и обстрелы, прятались в холодном подвале, рассказывает мама Наташи. Тут вообще невозможно. Мы сидели укрытые, одетые, потому что холодно было, зима была. Оно и снега не было, как-то сырости очень много. И вот здесь мы находились. На раскладушке сосед сделал одеяло. Все, сами одетые были. А потом забрали вещи и остались уже постоянно здесь. Сейчас попроще, не так. Ну, бывают такие выстрелы, что не то, что лежать и сидеть боишься. Думаешь, скорее быть, опять у погреб спрятаться. А это ж не вариант. Можно воспаление подхватить, да все. Ну, погреб-то холодный. Поэтому и не спускаясь, а находясь в такой комнате там, чтобы где-то что-то не пролетело. А летают. И откуда они, известно, летят. И куда пролетят, да? И куда пролетят. Живым останемся? Живые или еще что-то произойдет. Вот так. На протяжении всей съемки мы еле сдерживали эмоции от услышанного и увиденного. Честно говоря, мы не были готовы к такому. Еще нас ждал разговор с родственниками из Югорска. Мы попросили набрать их по сотовой связи. А у нас вроде там. Ага, все. Зоя! Зоя, тут у нас корреспонденты приехали, снимают материал, показывают, как живут Света с Таташей. Ну и вот, чтобы знать, что вы общаетесь. А зачем это надо? Зоя, здравствуйте, меня зовут Руслан. Мы с вами из одного округа, мы из телеканала Югра. Вот мы узнали про такую историю, как раз мы не могли пройти мимо, потому что мы, можно сказать, с вами земляки. И здесь за 6 тысяч километров находятся ваши родственники. Вот мы узнали такую историю. Телеканал Югра, знаете такой? Ну и что я вам могу сказать? Мне вот интересно, вот как так получилось, что вот вы несколько десятков лет не общались, а вот и как нашли друг друга вновь? Ну, там обстоятельства складывались. Ну, самое... Нельзя было выезжать. У нас в основном родители все там похоронили. Мы даже не могли выехать на Украину. Ну, это преслик, что каждая такая ерунда. А сейчас собираетесь приехать сюда? Нет, не собираемся пока. О том, что уже возраст такой, что он не позволяет нам. Ну, даже не возраст, а состояние здоровья. Но вы рады, что вновь вы общаетесь? Ну, конечно, рады, окажем. Только произошло, мы много и не знали о них. И что, и ни телефона не знали, ничего. Так что и не общались поэтому. Слушайте, я даже вот, наверное, думаю, может быть, как-то можно сделать, чтобы через наше правительство, чтобы их к вам в гости привезли. Как вы на это смотрите? Ну, это надо все обсудить, это все надо обдумать. Ну, вы не против, если мы с такой просьбой обратимся? Ну, вы не против, если мы с такой просьбой обратимся к нашему правительству, чтобы вам организовали встречу? Ну, нет, не надо. На данный момент это не надо. Еще немного пообщавшись с родственниками из Югры, мы оставили вопрос встречи открытым. Самое главное, сейчас у семьи есть где жить. Несмотря на тяжелую судьбу, они не унывают и продолжают верить в лучшее. Светлана ухаживает за огородом, держит хозяйство, а Наталья надеется получить новый протез. Они очень рады, что нашли своих родственников спустя столько лет. Руслан Баширов, Леонид Чемляков, команда проекта «Югра-Солдату». Песня «Югра-Солдату» Песня «Югра-Солдату»